Миграционная политика Кремля явно антироссийская, какими бы благими намерениями этот ад не выстилался. Любой россиянин, русский, так нас воспринимают за границей. Так уж сложилось. И тем более странно, почему в собственном доме Путин открыл настежь двери для гостей. Вы открываете настежь двери? Вряд ли. А вот Путин открыл, хотя личную жизнь держит в секрете. Если к вам стучатся гости, было бы неплохо спросить вашего разрешения. И странно, если управдом навязывает вам их пребывание в ваших стенах. Этот митинг это только самое начало предстоящей нам гражданской кампании за введение виз со Средней Азии. Эта кампания не носит партийный характер и даже не носит характер какой-то узкой идеологической направленности. Это не митинг, это не компания националистов, это не компания левых, это не компания либералов. Это компания реально гражданская, потому что все, кто ходит по улицам нашего города, все, кто входит в московском метро, все видят, что нам не нужно столько мигрантов. Во-первых, это наркотрафик из этих регионов. Пока открыты границы, как бы наркотики у нас фактически льются рекой. Во-вторых, это этнокриминал. Люди, которые сюда приезжают, они в достаточно большой степени, я не говорю про всех, но большая часть их, она маргинализирована у себя на родине. Как бы сказать, приезжая сюда, потому что не может найти себя там. Здесь они не могут устроиться на работу, и после этого они пускаются во все тяжкие. Это вторая проблема. Проблема экономическая, потому что они занимают ряд ниш экономических, в которых, в принципе, вполне могут работать и собственные российские граждане. Начиная от ЖКХ сферы, известно, что в Москве, например, фактически поголовно. И все дворы у нас заняты таджикскими дворниками. При этом их количество... Ну, на мой узкий взгляд, как бы оно необоснованно. Четыре человека стоит, один из них долбит ломом, как бы сказать, какую-то льдину, остальные курят, ждут. Экономит силу. Ну, такая энергосберегающая модель. Вот. Я считаю, что она невыгодна, как бы КПД от нее мало. Вот. Во-вторых, это сфера строительства. Как они строят, тоже известно. Потом, это сфера обслуживания. Это рестораны, кафе, всякие забегаловки. Вы уже не можете прийти, ну, плюс магазин. Вы приходите в магазин, либо в такой ресторан, вы даже не можете толком заказать то, что вы хотите. Вас элементарно не понимают. Если у нас на территории страны находятся люди, которые находятся здесь незаконно, соответственно, у них земля должна гореть под ногами. Это оповещение о нахождении их, о работодателях, которые в нарушении всех норм трудового законодательства привлекают, о нарушениях выдачи виз, выдачи гражданства и так далее. Русский народ должен научиться очень громко выражать о том, что закон где-то нарушается. Вот и все. Больше от него ничего не надо в данный момент. Ну и приходить на митинги не в количестве 500 тысяч человек, а 1150, 200, 300 и так далее. С чего бы я начал, так это убрал бы монополия. Этнические составляющие бы из коммунального хозяйства Москвы. Ведь не секрет, что многие ниши были при Лужкове отданы этническим мигрантам. Ну, например, не секрет, что плодовочные базы и рынки возглавляют выходцы из Азербайджана. Что дорожное строительство очень сильно армянское влияние. Что вся коммунальное хозяйство и сфера услуг – это выходцы из Средней Азии. Крупнейшие государственные унитарные предприятия Москвы, как вот я проводил пример, МОЗ Зеленхоз, это все озеленение столицы. Его возглавляет азербайджанец, который не умеет говорить по-русски. Мы не встретились на круглом столе. Это говорит о том, что вокруг него одни его земляки. Он не общается больше ни с кем. Так вот, это было целенаправленно отдано. И это надо монополию убирать, вне сомнений. Потому что иначе это все полыкнет. Ведь тот же, например, строительный сектор когда-то давно контролировался выходцами Западной Украины, например. Но сейчас их нету. Их полностью вытеснили выходцы из Средней Азии. Им стало невыгодно, и они перестали сюда ездить. Вот нам надо сделать так, чтобы было выгодно работать нашим людям, коренному населению. А потом уже поезжим. Вот этого мы будем добиваться. Мигранты сами по себе не опасны, если их поток контролировать. Но при коррупционной системе правления они выгодны. Ведь чиновников не волнует, кого они пускают в страну – рабочего или маньяка. Деньги не пахнут. А проблему миграции можно решить. Но для начала надо решить проблему проворовавшейся системы, которой выгоден поток быстрых денежных поступлений. В свой карман. Саша Сотник, Александр Шаров, Дмитрий Мелехин. Политвестник ТВ. КОНЕЦ